МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в 4-е воскресенье марта в Беларуси отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии значимой даты на базе Музыкальной школы искусств состоялась торжественная церемония чествования лучших специалистов. Торжественное чествование спортивной элиты города, тренеров и коллектива физической культуры среди предприятий и организаций прошло в Ледовом дворце. С приходом теплых дней возвратилась проблема эксодовых клещей, переносчиков болезни лайма и клещевого энцефалита. В 2022 году первые клещи в природе в Барановичском регионе обнаружены в конце февраля, а первый пострадавший от укуса вампира обратился за помощью 21 марта. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Советы территориальных коллегий-адвокатов решили оказать бесплатную юридическую помощь иностранным гражданам, прибывшим из Украины по вопросам предоставления статуса беженца, получение дополнительной защиты или убежища в Беларуси. По этим вопросам можно бесплатно обратиться в любую юридическую консультацию. Адреса и телефонные консультации можно найти на сайтах коллегий-адвокатов. Ежегодно в 4 воскресенье марта в Беларуси отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В Барановичах в данной сфере задействовано около полутора тысячи человек. В преддверии значимой даты на базе Музыкальной школы искусств состоялась торжественная церемония чествования лучших специалистов. Довольно сложно предстоит нашу жизнь без стабильной работы уборщиков, территорий, сотрудников ЖЭСов и водоканалов, озеленителей и цветоводов. От труда этих специалистов и других зависит комфорт и настроение каждого жителя нашего города. Работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Барановичей 27 марта отметили профессиональный праздник. Торжественное мероприятие в школе искусств на улице Горького собрало лучших представителей отрасли. С теплыми словами поздравления и признательности обратился к присутствующим генеральный директор городского ЖКХ Михаил Менча. Силами предприятий жилищно-коммунального хозяйства выполняются изменения. Санитарное очистки благоустройства территории, поддерживается в исправном состоянии жилищный фонд, дороги, тротуары, оказываются услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, начисляются платы за жилищно-коммунальные услуги. Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу работников ЖКХ, основа хорошего настроения горожан, гарантия социальной стабильности и общественного спокойствия. Добрые слова признательности адресую ветеранам ЖКХ за вклад в развитие этой важнейшей отрасли экономики. Благодарю тех, кто продолжает лучшие профессиональные традиции, работает на совесть и дорожит доверием жителей города. Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в домах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Особые слова благодарности адресовала заместитель председателя горисполкома Дмитрий Технов. Утром просыпаются, встают, тепло в доме, вода горячая, холодная в кране, выходят на улицу, улицы чистые, цветы, которые растут у подъезда, на улицах радуют глаз, дороги в хорошем состоянии и многое другое. Все предприятия, которые сегодня здесь с нами, которые не с нами, но празднуют где-то отдельно, тем не менее, все равно выполняют эту работу. Хочу еще раз поблагодарить за весь ваш труд, за все, что вы делаете. Здоровья, удачи, благополучия и счастья всеми. Праздника вас! Жизнь не стоит на месте. Как известно, нельзя единожды провести благоустройство, а затем пользоваться достигнутыми результатами всю жизнь. Безусловно, необходимо каждый день прикладывать усилия для того, чтобы порядок в нашем городе сохранялся. Для этого ежегодно проводится модернизация, совершенствуется техническая составляющая. Сегодня отлез ЖКК города переживает большие изменения. Активно меняется, продолжается и техническое перевооружение, внедрение новых подходов в современные технологии, привлекаются инвестиции, модернизируется инженерная инфраструктура, внедряются ресурсосберегающие технологии, привлекается новая техника. Нам удалось многое сделать в 2021 году, но предстоит сделать еще больше. Уверен, что, как всегда, работники предприятий жилищно-коммунального хозяйства города приложат все силы для решения поставленных задач. На торжественном мероприятии лучшим работникам были вручены почетные грамоты и благодарности Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Брестского облсполкома, Барановичского горсовета депутатов, Горисполкома, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, городского ЖКХ. Нагрудного знака гоноровый работник жилева коммунальных из подарки удостойна Наталья Радецкая, инженер по техническому надзору отдела благоустройства и капитального строительства кумов ЖКХ Барановичского городского ЖКХ. За многолетний труд на благо города и отрасли были отмечены и бывшие работники городской системы жилищно-коммунального хозяйства. Подарками стали концертные номера в исполнении артистов Школы искусств. 30 марта пройдет прямая телефонная линия с заместителем начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Барановичи, начальником управления налогообложения физических лиц Александром Шафаром. Звонить можно с 8 до 11 утра по номеру 67 1163. Все желающие смогут задать вопросы, входящие в компетенцию специалиста. Торжественное чествование спортивной элиты города, тренеров и коллектива физической культуры среди предприятий и организаций прошло в Ледовом дворце. Лучшим представителям барановического спорта вручили награды и памятные подарки от отдела идеологической работы по делам молодежи. Подробности далее. В Барановичах назвали лучших спортсменов и тренеров по итогам 2021 года. Торжественное чествование спортивной элиты города, наставников и коллектива физической культуры среди предприятий и организаций города прошло в Ледовом дворце. В списке гостей заместитель председателя барановического госполкома Дмитрий Тихно. Он напомнил, что сегодня у нас культивируется 21 вид спорта. В прошлом году было подготовлено 8 мастеров спорта и 44 кандидатов мастера спорта. Из года в год есть достижения на международном уровне, как в юношеском, молодежном, так и в профессиональном спорте. По словам Дмитрия Тихно, в этом году будет производиться ремонт в школе бокса. В порядок запланировано привезти и теннисные корты. Чтобы не только достигали наши спортсмены в личных видах спорта, но чтобы и наши клубы показали на то, что могут. Они, естественно, могут и хоккей на траве, и волейбол становились чемпионами. Футболисты нас порадуют в этом сезоне, хоккеисты немножко потянутся. И чтобы радовали болельщиков. С праздником вас! С приветственным словом выступил начальник отдела спорта и туризма Александр Цыганчук. Он поблагодарил руководство города и области за поддержку, в том числе финансовую, которая позволила модернизировать дорожки в дюшер номер два по легкой атлетике, провести реконструкцию стадиона «Локомотив». Также продолжается строительство поля с искусственным покрытием на улице Гаевой. Затем Александр Цыганчук вручил лучшим представителям барановического спорта награды и памятные подарки от отдела идеологической работы по делам молодежи. В рамках мероприятия были отмечены также победители круглогодичной спартакиады среди коллективов, предприятий и организаций города. Баранович Камун Тепласей – чемпион среди коллективов до тысячи человек. Среди коллективов свыше тысячи лучшими стали сотрудники 558-го авиационного ремонтного завода. Здесь сидят на самом деле элиты барановического спорта. Те профессионалы, которые сегодня прославляют наш город на республиканской международной арене, хотелось бы всем пожелать, наверное, в первую очередь, крепкого здоровья нашим тренерам послушных спортсменов, а спортсменам, наверное, грамотных и хороших тренеров. Музыкальные номера участникам торжественной церемонии подарил ансамбль «Романтика» детская музыкальная школа искусств номер один. Белорусская железная дорога 31 марта пройдет единый день пассажиров в течение трех часов. На вопросы пассажиров ответит руководство Пассажирской службы управления Белорусской железной дороги. Позвонить можно будет с 11 до 2 часов по телефону контакт центра БЖД 151. Кроме того, 30 марта и утром 31 марта до начала мероприятия все желающие смогут задать вопросы специалистам через контакт центра БЖД по номеру 151, указав, что вопрос задан к единому дню пассажира. Ответы будут опубликованы на официальном сайте Белорусской железной дороги. С приходом теплых дней возвратилась проблема эксодовых клещей переносчиков болезни лайма и клещевого энцефалита. В 2022 году первые клещи в природе в Барановическом регионе обнаружены в конце февраля, а первый пострадавший от укуса вампира обратился за помощью 21 марта. В связи с этим необходимо знать, отправляясь на прогулку в лес, нужно выбирать одежду спортивного типа с плотными прилегающими манжетами на ногах и руках. Брюки заправлять в носки, надевать головной убор, использовать репелленты, отпугивающие средства. Проводить каждые полтора-два часа самые взаимоосмотры. Если клещ присосался удалить его место укуса, необходимо обработать. Для получения профилактического лечения обратиться к врачу. Сезон активности клещей в разные годы начинается в разное время, так как их активность зависит от климатических условий. Первые кровососы в природе, как правило, просыпаются после исхода снега и установления температуры в дневное время – плюс 1, плюс 3 градуса. В этот период их численность невелика. Однако с нарастанием температуры и с прогреванием земли будет увеличиваться и их численность. Наибольшая активность так называемых вампиров наблюдается при температуре выше 10 градусов. В 2022 году первые клещи в природе в Баранском регионе обнаружены в конце февраля. А первый пострадавший от укуса клеща обратился за медицинской помощью 21 марта. Опасность клещей заключается в том, что они являются переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний, таких как ламборелиоз и клещевой энцефалит. Чтобы обезопасить себя от укусов клещей, каждый должен соблюдать определенные меры предосторожности. Отправляясь в лес, на дачу, быть в одежде и обуви, максимально защищающей от проникновения клещей. Пользоваться отпугивающими средствами. Проводить самые взаимоосмотры каждые два часа и сразу после выхода из леса. Не употреблять в пищу сырое козье молоко и продукты, приготовленные из него без термической обработки. На дачных участках регулярно проводить вырубку ненужных кустарников и скашивание травы. Не создавать свалок бытового и растительного мусора, вести борьбу с мышевидными грузинами. Осматривать и освобождать от присосавшихся клещей домашних животных. Использовать специальные ошейники и спреи для обработки шерсти. Важно не только обезопасить себя и предупредить нападение клещей, но и знать, что делать, если кровосос уже вцепился в вас. В кратчайшие сроки обратиться в амбулаторно-поликлиническую организацию, по месту жительства для назначения экстренного профилактического лечения и установления медицинского наблюдения. Максимальный профилактический эффект достигается только в том случае, если экстренная профилактика начата в первые 72 часа после укуса клеща. При желании клеща можно исследовать на наличие возбудителя клещевого боррелиоза. Кровососа следует доставлять во флаконе с плотной крышкой в Барановичские зональные центры гигиены и эпидемиологии. При появлении первых признаков болезни Лайма в виде появления характерного для него кольцевидного покраснения в месте укуса, повышения температуры, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в поликлинику. Более 60 случаев болезни Лайма и два случая клещевого энцефалита зарегистрированы в Беларуси с начала года. Среди заболевших болезнью Лайма преобладало городское население. Клещевым энцефалитом чаще заболевали сельские жители. Ежегодно в республике регистрируется более 2000 случаев болезни Лайма и около 100 случаев клещевого энцефалита. В этом году первые клещи появились в феврале в Бресской и Гомельской областях. В связи с происходящими климатическими изменениями в сторону потепления продолжительность периода активности клещей увеличилась до 10 месяцев с февраля по ноябрь. Поэтому с конца зимы до поздней осени не исключена возможность заражения человека клещевыми инфекциями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова